Двое последних суток российские войска на Херсонском направлении, кроме перегруппировки и совершенствования системы своей обороны, продолжали подготовку к контратакам в надежде улучшить свои тактические позиции. Наступление украинской армии в это же время немного замедлилось. Как объяснил министр обороны Украины Алексей Резников, из-за погодных условий на юге Украины идут дожди. Что же происходит на Херсонском плацдарме, разбираемся в этом видео. Пока оккупационные власти то эвакуацию гражданских объявляют, то зовут оставшихся в отряды так называемой теробороны, из херсонских парков и скверов продолжают вывозить памятники. Следом за Суворовым и Ушаковым сегодня ночью с пьедестала в неизвестном направлении исчез князь Потемкин. Чуть позже Гауляй Терсальда сообщил, что россияне вывезли и его останки. Зачем, если с одной стороны Москва кричит «Херсон не отдадим», а с другой «Спасайся кто может». Информационная подготовка так или иначе происходит для того, чтобы потом, возможно, придется его сдать, но сказать о том, что там были достаточно серьезные бои и так далее. Это их достаточно понятная и давняя линия поведения, которая начинается от грабежа из спиральных машинок и заканчивается грабежом материальных ценностей, культурных и так далее. То есть, в общем-то, они бы, скорее всего, это все равно бы сделали, даже если бы сейчас начали бы отступать без боя. Чтобы удержать правый берег Днепра в районе Херсона и Береслава, Москва стягивает туда все, что возможно. По подсчетам аналитиков, за неделю российское командование увеличило общую численность подразделений батальонного уровня в этой полосе на шесть. И теперь, в общем, по обоим берегам Днепра на Херсонском направлении действуют не менее 39 батальонно-тактических групп. Но численность группировки в Херсоне от провала на этом участке фронта российскую армию не спасет, разве что немного оттянет сдачу города. Так же мы делали в Изюме-Талеймане. То есть, это уже даже они назвали почерком заложного. Мы делаем оперативное, как бы сказали, оточение какого-то группирования, но мы не замыкаем кольцо, потому что замкнутое кольцо нам нужно будет целое группирование обрати в полон великую кольцо людей. А если они будут не сдаваться, то нужно будет знищивать. Наступление украинской армии на этом участке фронта действительно сейчас немного замедлилось, как объяснили и в Генштабе, и в Минобороны из-за дождей и грязи. Но саму тактику ВСУ погода не изменила. Перерезая линии снабжения и коммуникации, российские войска вынуждают отойти с занимаемых позиций. Мы сейчас контролируем переправы через Днепр, гнем. Но, как видим, им удается перебрасывать какие-то подкрепления, поэтому контроль не стопроцентный. И стопроцентного контроля добиться невозможно, потому что мы их разрушили, потом они что-то снова навели, поставили баржи, устроили понтонные переправы, устроили паромные переправы. Что там им удается делать? Это фактически математический подсчет. То есть нужно понимать потребности этой группировки, которая стоит на правой бережности Херсонской области, и понимать возможности по их снабжению. И тогда будет понятно, сколько времени они продержат. 25 октября Генштаб Украины подтвердил, что в результате удара в населенном пункте Каиры Херсонской области уничтожено 30 оккупантов, а под завалами осталось более 100 военнослужащих противника. А накануне 24 октября в соцсетях распространяли видео из этого села. Оказалось, что украинские защитники нанесли ракетный удар по базе кадыровцев во временно оккупированной Херсонской области. Сегодня Кадыров объявил Украине джихад. Ну как объявил? В своем телеграмме, не вставая со стула, немного попугал. Известно, что российское командование свои элитные подразделения из Херсона давно вывело. Видимо, тикток войска в этот перечень не входило. Сейчас правобережную группировку Кремль увеличивает за счет свежемобилизованных россиян. Численно действительно это удалось, но оценивать уровень подготовки таких солдат, мягко говоря, преждевременно. Это может быть политическая игра для, ну, уже безусловно Российской Федерации для внутреннего вжимка. Им, ну, витрачать элитные подраздели на бой, который мы понимаем, что будет програни, им не масса. Но для того, чтобы была иллюзия, что они ведут активно боевые действия, они могут там використовывать людей, которые они просто там покладут, не досягнувши стратегично-військовой мети. Тобто, может, они делают это для того, чтобы в середине своей страны поднять хвилю обурения нашей страны. Это что-то такое схоже было про черные пиджаки, которые был Сталин под час Другой святой войны, когда людям, мобилизованным таким чином, даже оружие надавали, давали палки и сказали, в бою до СНЖ добудешь оружие, для того, чтобы в середине страны сделать певную хвилю, благодаря великой количеству загиблых, которых не шкодит. С учетом всех погодных условий и попыток россиян уйти в глухую оборону Херсона, американский институт изучения войны прогнозирует, что до конца этого года украинская армия полностью возьмет под контроль правый берег Херсонской области. А что думаете вы? Пишите ваше мнение в комментариях и подписывайтесь на наш телеграм-канал «Дежурный по Донбассу», чтобы первыми узнавать о событиях на востоке Украины.